Это не развод. Действительно заканчиваю с влогами. Финальный эпизод. Для меня это тоже грустно. Да, я начинаю настоящие ежедневные влоги. Я свихнулся. Это мой первый влог. Но позвольте начать это утро с Нью-Йорка. Я был ютубером до того, как стал влогером. Я был режиссером до ютубера. Я не забрасываю ничего из этого. Просто это последние сколько? 18 месяцев 500-600 видео. Этот эксперимент окончен. Пока, девочки! И когда я задумываюсь о том, почему я начал эти влоги, я тратил так много времени, сидя здесь, говоря с вами об этой предпосылке, об этой идее, что мне нужно проверить себя на креативность. А я разленился на этой почве и ничего не выкладывал. Но если бы я обязал себя выкладывать каждый день новое видео, то это бы здорово заставило меня креативничать. Именно это и произошло. Я думаю, весь первый год, делая это, у меня горели глаза. Я чувствовал вызов. Каждый день я просыпался. Каждый день. В смысле о том, как сделать лучшее видео, которое только возможно. Марлен, ты видишь, насколько ты популярный? Правда? Ты видишь это? Вау, круто! Это прекрасно, прекрасно! Самый известный курьер! Интернет-звезда! Марлен! Ты знаешь, что дальше произойдет? Здесь будет Марлен и Кейси. Да, партнер! И я не знаю, наверное, месяцев шесть назад мне стало легко. Я поймал ритм. Я нашел систему для ежедневных видео, и это перестало быть вызовом. И я почувствовал эти влоги, превратился в то, чего я так боялся, когда начинал. Я делаю видеоотчет о том, как прошел мой день ежедневно. Этот вызов на креативность угас. Что-то более легкое заняло его место. И это легкость усилий, дикий успех на Ютубе. С тех пор, как я начал этот блог, я набрал более пяти миллионов подписчиков. Сделал более миллиарда просмотров с начала этого блога. И этот успех, в сочетании с какого-то рода креативного самодовольства, я думаю, уступил чему-то, что мне не нравится, чем я не горжусь. Я знаю, как это делать, и делать довольно легким способом. Это сделало меня достаточно успешным на Ютубе, я заработал себе этим на жизнь, и приумножаю охват. Но чего мне так не хватает, так это вызова. Нет драки за креативность, в которой я так нуждаюсь просто каждый новый день. И чем больше я хочу найти этот вызов, тем больше понимаю, что не найду его. По крайней мере, пока мои 16 часов в сутки посвящены на создание ежедневного видео. Я должен покончить с этим, перед тем, как начать что-то новое. Вау, ты только посмотри на эти штаны! Боже мой! Они классные! Моя любимая метафора, это метафора с Тарзаном, о которой я говорил. Нет ничего более подходящего. Идея в том, что жизнь или карьера, моя карьера, это огромные джунгли, через которые я пытаюсь пройти. Единственным способом попасть из одного конца джунглей в другой, попасть туда, куда я хочу в своей карьере, это переход от одной лианы к другой, ухватываясь за следующей возможностью, новой лианой, чтобы стать ближе к тому месту, где я хочу быть. Проблема с успехом в том, что он заставляет чувствовать себя очень комфортно. В сентябре, за промежуток в 128 дней, я набрал 155 миллионов просмотров и миллион 100 подписчиков. Это тот ютуб-успех, о котором... Я не мог даже представить, когда начинал. И это заставляет чувствовать себя комфортно. Такой успех говорит, хорошо, продолжай делать, что делаешь, и успех будет продолжаться. Но это означает держаться за ту единственную лиану в джунглях и не пытаться дотянуться до следующей. И чем больше я об этом думал, о том, как я буду прогрессировать в своей карьере, как я пойму, что... Как моя карьера будет эволюционировать, как я пойму, что будет дальше в моей карьере, тем больше я понимал, что пора отпустить эту лиану и ухватиться за другую. Когда я задумываюсь о риске, я вспоминаю, как 19-летний парень бросает свою работу в Коннектикуте и бежит в Нью-Йорк ни с чем, и хватается за шансы, за мечту стать режиссером. Но, в итоге, посмотрите, мне 35 лет. 35 лет, и я зарабатываю, делая то, что люблю. Думаю, я нашел какую-то степень успеха в своей жизни. Когда ты находишь успех, то риск совершенно другой. Потому что риск означает ставить под угрозу то, что ты заработал, что у тебя есть. Публикация этого влога, очевидно, риск. Это огромный риск. Но то, во что этот влог превратился, это возможность. Связывается более чем с 5 миллионами людей в день с помощью этого канала. Это представило мне огромный наплыв возможностей. И чем больше я смотрю на эти возможности, тем больше думаю, что я хочу от своей карьеры. Хочу ли я делать влоги, когда мне будет 40? Ответ — нет. Карьера — это прогресс. Она никогда не стоит на одном месте. Я достигал всего с таким менталитетом. Конечно, когда я думаю о длительной игре, чем и является моя карьера, то это большая степень, но не финишная прямая. Это пугает, чтобы признаться самому себе, особенно, когда мой канал все еще растет. Но это недостаточно веская причина, чтобы не перейти к чему-то новому. Именно это я и делаю. Что я сделаю дальше? Это совершенно другое видео, в которое я погружусь и поделюсь с вами. Но пора принять новые возможности. Пора заняться чем-то другим. Потому что успех этого блога не заглушил мой аппетит, а лишь сделал меня более голодным. Это самый конкретный пример той банальности, которой я люблю делиться. С каждым успехом приходит цель больше и амбициознее. От успеха этого блога я стал лишь голоднее. И я делаю это сейчас. Прекращаю влоги. Ты справишься. Ты справишься. Ну давай же. Клентис. Я сделала! Так что же это означает для этого канала? Ну сперва я не бросаю YouTube. Я буду загружать. Буду загружать регулярно. Я буду продолжать выкладывать видео, но другие видео. Видео, над которыми нужно думать. И больше, чем день на создание. Видео, в которые я должен вначале погрузиться, прежде чем делать. Так что спасибо, что прошли этот путь со мной, который продолжается последние полтора года. Спасибо, что позволили мне делиться своей жизнью, своими перспективами и идеями с вами. И на этом все. Остановиться непросто. Я думал перейти на два эпизода в неделю, или три эпизода в неделю. Но потом понял, что не могу принять что-то новое, пока полностью не отпущу это. Так что единственный способ по-настоящему двигаться дальше, это просто бросить. Так что на этом... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok